На птичьем дворе Владимира Курбатова стоит гомон. Индюки и гуси сейчас особая гордость селекционера, известного по выведению новых пород кроликов. Всего два года назад дочь предложила завести птицу. Начали с одной индюшки. Сейчас уже можно говорить о результатах. Самое основное, чтобы индюки хорошо жили, росли, развивались, не было отхода у молодняка именно в условиях приморского климата и условиях тех кормов, которыми обладаем мы в Приморском крае. Индюки делятся на мелких, средних и крупных. Птица Курбатовых выше, чем средняя, но за размерами селекционеры не гонятся. Для выведения гибридов свыше 10 килограммов живой массы требуются особые корма, которых нет в Приморском крае. Задача Курбатовых – добиться выравнивания птицы. На племя живая масса была в возрасте 6 месяцев порядка 9 килограмм. На племя ушли. А которые ушли на мясо, это самый маленький был 8300. Индюков в Приморском крае редко кто разводит в личных подсобных хозяйствах. Птицу недооценивают, считает Владимир Геннадьевич, из-за сложностей в выращивании маленьких индюшат. И предлагает использовать современные технологии. Вот смотрите. Этот провод идет вниз. Вот под этим линолеумом находится теплый пол. И вот этот теплый пол позволяет содержать птицу без всяких проблем. Даже в зимние холода птица может спокойно ночевать в таком доме. Более того, температурный режим пола не требует специальных подстилок для индюшат. Достаточно заготовить речной и листый песок, который будет сохранять тепло, а также полезен пищеварении птицы. Анна Маринец, Игорь Антонов, Телемикс.